Сегодня утром жена вошла в ванную комнату, вышла и сказала, что плитка пола в ванной комнате сильно остыла. Расстроилась и подумала, что наш теплый пол, которому нет еще года, просто сгорел. Я, конечно, ей все объяснил, а что ей объяснил и рассказал, расскажу в фильме, который будет называться «Электрический теплый пол после ремонта». Когда я первый раз столкнулся, делая ремонт и укладывая именно вот этот кабель электрический, который нагревает стяжку пола, а также и плитку в ванной комнате, и вдруг это происходит, а что это произошло, сейчас вам нарисую на бумажке и все расскажу. Плитка. Под плиткой, естественно, находится раствор, а в растворе находится вот этот вот кабель, а между этим кабелем на этом расстоянии находится гофра, в которой помещается специальный губоносной датчик от этого терморегулятора. И также есть плитка, и также есть специальный электрический нагревающий кабель вот на таком расстоянии. Здесь расстояние большое, здесь меньше. И также помещаем в эту стяжку пола вот такой выносной датчик от терморегулятора. И также опять плиткой. И под плиткой теперь расстояние между этим кабелем еще меньше, а также этот терморегулятор устанавливаем вот в это вот место. Этот терморегулятор, конечно, устанавливается таким вот образом. Если мы прокладываем вот этот вот специальный электрический кабель, мы его, конечно, прокладываем, чтобы вот это и это расстояние было одинаковым. То есть он у нас находится вот здесь. Потому что это место разогревает стяжку цементопечанного пола, а также плитку равномерно вокруг этого выносного датчика от терморегулятора. Все. Теперь, когда мы первый раз включили этот электрический нагревающий кабель, он нагревается меньше вниз, больше в сторону, а вверх еще больше. Вот таким вот образом. Вот здесь именно вот так загибается. Вот так идет распределение тепла. И плитка, конечно, нагревается еще быстрее и распространяется тепло, как бы сходится еще быстрее. То есть тут как бы равномерно она. Но здесь еще эта стяжка еще не прогревается. Ну, в конце концов, она потом прогреется. Здесь распределение тепла происходит вот таким вот образом. То есть уже смыкается и плитка нагревается равномерно. То есть вот так. Я не перепутал. Вот так, вот так. А здесь нагрев происходит еще больше. То есть нагрев уже происходит здесь и тоже равномерно тепло. Вот так идет равномерно тепло и задевает фактически вот этот выносной датчик. Пол вниз, стяжки пола, то есть прогревается вот так. Здесь еще больше. То есть это расстояние прогревается больше. Здесь меньше. здесь еще больше прогревается от этого стяжка вниз потому что здесь расстояние больше то есть здесь как бы с разрыву здесь вот вот таким образом здесь идет прямая фактически здесь тепло прямое здесь кого-то здесь как бы с разрывом ну понятно тут так а тут иски прямая теперь мы устанавливаем то у нас прогрелся а когда мы сделали ремонт по прогревается постепенно постепенно потом он разогревается и в это время мы и нажимаем эти кнопки установим нужную нам температуру именно не по госту не по правилам каким-либо именно для себя и вот мы для себя установили температуру среднее значение это будет 35 5 температура немножко поднимается и немножко отпускается и этот эта температура будет как бы от средних значений прыгать через 10 секунд если бы мы установили 35 и 5 тут будет температура 36 а здесь будет температура 34 и 5 и это значение будет прыгать через 10 секунд то есть постоянно каждые 10 секунд будет изменяться вот эта вот температура на этом терморегуляторе и здесь тоже значение но уже если мы говорим здесь через 10 секунд я вот так напишу 35 и 5 установили 35 и 5 установили то здесь будет уже включение и выключение через 20 секунд а здесь будет через 30 секунд потому что тут стяжка будет вниз прогреваться больше и тепло сохраняется естественно здесь больше но если мы на вот этот датчик уложим что-либо коврик и вот я перейду сейчас в свою ванную комнату и вот смотрите что получается есть мы коврик сюда поместили а когда я делаю ремонт я сразу всем уже говорю то что я изучил и знаю что здесь находится этот выносной датчик его закрывать ни в коем случае нельзя если вы закроете что то и будет какие-то проблемы которые вы бы не хотели а он не находится если я сделаю пересечение прямую линию но таким и таким образом не находится здесь я же не показал что у меня этот выносной датчик нагретого пола будет вот здесь его выключение будет и включение находиться здесь вот прогреты этой стяжки вот этой стяжки то есть если мы накроем то у нас здесь тепло не рассеивается оно останавливается если мы поставим какие-нибудь сапоги либо вот этот коврик здесь тепло не рассеивается и стяжка пола прогревается именно вот в этом месте еще сильнее. Сильнее. Именно только вот в этом месте. Стяжка прогревается вглубь еще сильнее. Здесь тепло еще больше аккумулируется. А здесь нет. Такого не произойдет. И вот смотрите, что произойдет. Если бы мы уложили вот в это место коврик. То есть терморегулятор уже будет включаться и выключаться через 30 секунд. А пол здесь будет уже остывать до 10 градусов. Ну я так образно говорю. Здесь будет уже стереть 40 секунд терморегулятор. Включаться и выключаться. А пол будет здесь в открытом месте, где тепло рассеивается постоянно. Уже будет прогреваться 20 градусов. А здесь будет стереть 50 секунд. Вот смотрите, время как увеличилось. Но пол здесь будет прогрет фактически одинаково. 30 30 градусов. Скажем, 30 градусов. Вы представляете, как получается, если бы мы, например, делаем ремонт, и нам не скажут, что здесь находится вот этот выносной датчик от терморегулятора, а мы это место накроем. Уберем, скажем, вот этот коврик, стирать. Вот мы взяли, убрали этот коврик, а сюда поставили какие-нибудь сапоги, что и произошло. Или вот этот мешочек. То здесь этот пятачок будет полностью разогреваться, стяжка разогреваться, здесь датчик выключиться и включаться не будет, и разогрев этого электрического нагревающего кабеля здесь происходить не будет, и вся толщина стяжки, а также плитка будет быстро вставать. Здесь он быстро включится и выключится, а здесь эта плитка не нагреется, также стяжка не нагреется. Вот что я хотел рассказать. Как раз сегодня жена пожаловалась, я думаю, я и фильм сниму. Давно хотел это снять, но как-то это все пропускал, но хотел это все снять при работе, когда я работу делаю. так получилось, что я ускорил процесс этого фильма. Все, пока.